Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студию ведущей Пётр Горохов. И сегодня наш гость, первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина. Лариса Евгеньевна, здравствуйте! Добрый день! Напоминаю, что Лариса Евгеньевна Лазутина является депутатом Московской областной думы с 2003 года. Год назад она очередной раз была избрана в состав регионального парламента, а теперь уже шестого созыва. Она неоднократно бывала на наших передачах, но вот в новом качестве, как первый заместитель председателя Мособлдумы, пришла к нам впервые. Итак, Лариса Евгеньевна, год уже, как работает Московская областная дума шестого созыва, пошел уже второй год. Ваши впечатления от вот этого созыва, очередного созыва областного парламента? Ну, вы знаете, наверное, прошло все-таки не больше, ну да, наверное, чуть больше года. И хочу сказать, что, в принципе, в Думе сохранилось количество депутатов, ничего не изменилось, это 50 депутатов. Хотелось бы отметить, что осталась все-таки преемственность, потому что 24 депутата – это депутаты, которые работали и ранее в своих огруках. И что приятно, безусловно, сейчас появились новые лица, узнаваемые лица, в том числе практически 26 новых депутатов. И я бы отметила, что средний возраст, сейчас мы, наверное, помолодели, 49 лет, и хотелось бы отметить, что появились молодые депутаты. Это очень хорошо. Им, вот, наверное, самым молодым, наверное, 25 лет. Но все-таки вот эти преемственности и наши традиции Московской областной думы не остались. А также хотелось бы отметить, что повторно избран наш председатель Игорь Юрьевич Бронсалов. Он возглавляет Московскую областную думу. У нас четыре теперь фракции, которые бы я сразу хотела отметить, что у нас действительно такая общая цель и задача, и, в принципе, мы работаем совместно очень конструктивно. Также бы хотела отметить, что появилась и новая в нашей работе. Это, в принципе, по аналогии с Госдумой у нас теперь одна из недель, считается региональной. И, наверное, хотелось бы отметить, что здесь мы стали более глубже, наверное, понимать и вникать во все вопросы работы совместно с нашими администрациями районов, округов. И более, вы знаете, здесь проявлять, наверное, в первую очередь и контроль тех программ, абсолютно которые сейчас у нас существуют. Поэтому, в принципе, наверное, можно сказать, что в целом работа стала, безусловно, напряженнее. Ну и, можно сказать, наверное, более мобильными стали депутаты. То есть они принимают, и тут же идет своеобразный контроль исполнения тех законодательных инициатив, которые принимаются. А все-таки, что касается взаимопонимания разных фракций, да? Ведь все-таки, ну, вы сказали, что преемственность удалось сохранить, но и 50-процентное обновление – это все-таки достаточно большая такая струя свежей крови. Вы сказали, что помолодели, значит, более бойцовские качества, наверное, стали в большей степени проявляться. Вот это межфракционное взаимодействие, именно на нем бы хотелось сейчас заострить внимание, потому что, действительно, сейчас очень важно, в том периоде, в котором мы находимся, очень важно двигаться в одном направлении, а не тянуть одеяло на себя. Вот удается ли областному парламенту сохранить такие рабочие взаимоотношения между фракциями? Ведь все-таки вы политические противники с остальными партиями. Вы знаете, я хотелось бы отметить, что, в принципе, вот эти самые громкие и важные, безусловно, баталии, они проходят не именно в день голосования, оно определяет уже кнопка и табло. Баталии происходят накануне, потому что работа сейчас еще более увеличилась в плане того, что у нас очень много абсолютно разных мероприятий походит на площадки Думы. Мы приглашаем нашу общественность. У нас очень много сейчас открытых трибун, рабочих столов, абсолютно вот эти наши 12 комитетов. Это бесконечная работа, я бы сказала, и в стенах Думы, и выездная работа в том числе. И вот в этих выездных заседаниях участвуют абсолютно все депутаты, уже независимо от фракций. И вот здесь они выступают абсолютно все, задают вопросы, вмешиваются, если нарушено законодательство Московской области, если нужны какие-то разъяснения по тем или иным законам, которые принимаются у нас в области. И поэтому, вы знаете, вот как раз, наверное, вот эти баталии там и происходят. А уже именно на заседание Думы мы приходим к какому-то единому мнению, но, конечно, есть и особо отличившиеся. Но сейчас у нас все равно перевес у нас, безусловно, большая часть – это единороссов. Также я бы хотела как раз и назвать это и представители КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР. Но, вы знаете, многие вопросы мы снимаем уже перед самой Думой, потому что и приглашения всех министров, и зампредов, они проходят все обязательно, фракции. Им задаются вопросы достаточно жесткие. То есть рабочую атмосферу удается поддерживать. Да. То есть я бы не сказала, что все так спокойно и проходит мирно. Нет, безусловно, наоборот, наверное, и на комитетах, и на выездных заседаниях, и в рабочих группах абсолютно везде задаются вопросы. Я думаю, что даже сейчас, вот с учетом молодости и с учетом опыта как раз совместно, сейчас, мне кажется, работа еще более как бы увеличилась и стала более интересной. Лариса Евгеньевна, вы на протяжении ряда лет возглавляли комитеты, которые занимаются, курировали социальный блок. Практически все вопросы социальной политики области так или иначе вы наблюдали, да? Сейчас вы первый заместитель председателя Московской областной думы. И какие направления вы сейчас курируете? Что изменилось вообще в вашей работе по сравнению с тем временем, когда вы возглавляли комитеты? Ну, если я ранее была председателем комитета по вопросам образования культуры, а еще ранее это был и спорт, и туризм, то сейчас я действительно стала первым заместителем. Социальный блок, он еще увеличился, потому что здесь у нас и здравоохранение, и социальное развитие получается. И также я бы отметила, что сейчас для меня появилось еще новое направление, это региональная безопасность. Комитет по вопросам государственной власти и региональной безопасности, это несколько новое для меня направление, но очень интересное. Я как раз являюсь членом комитета, нас там не так много, но я также... И поэтому, вы знаете, круг моих вопросов, он даже сейчас увеличился. Не могу не отметить, что мне было непросто, было сложно, но сейчас уже вникнув во все эти вопросы, безусловно, и познакомившись с законодательством всех абсолютно областей, безусловно, у меня есть и помощники, и советники, поэтому, безусловно, сейчас уже более чувствую себя уверенно в этих вопросах. Ну и тем не менее, я думаю, сказывается еще и более чем 10-летний опыт работы в Московской областной думе. То есть, я думаю, что нет таких вопросов, в решении которых, в разработке которых, так или иначе, вы не участвовали вот в течение этих 14 лет практически. Знаете, я бы, наверное, не хвалясь, но все-таки хочу отметить, что законодательство Московской области, даже когда к нам приходят эксперты из Государственной думы, Совета Федерации, из иных к нам очень часто приезжают даже просто перенять у нас опыт. Я бы хотела отметить, что все-таки у нас очень понятные и, наверное, особый такой язык чистые законы написаны, потому что и наши юристы, это главная наша такая ударная сила, конечно, очень скрупулезно работают над этим. Поэтому есть определенный порядок того или иного закона, прохождение его по Думе, согласование его с государственным правовым правлением Думы, с правовым правлением губернатора. И вот здесь вот тогда у нас рождается тот или иной закон. Лариса Евгеньевна, честно скажу, у избирателей, которые голосовали за вас, были опасения, когда вы стали первым заместителем председателя Московской областной думы, были опасения, что это так или иначе скажется на вашей работе с избирателями. Но думаю, что сейчас эти опасения развеялись, каждую неделю практически вы ведете личные приемы в Одинцовском районе. С какими вопросами чаще всего обращаются люди, приходят к вам люди? И насколько часто удается им помочь? Вы знаете, безусловно, люди идут, когда видят какой-то, может быть, сталкиваются с непониманием. Может быть, где-то даже им не разъяснили, понятно. По любым абсолютно вопросам. И когда они ко мне приходят, это не значит, что я могу, конечно, безусловно, решить. Но хотя бы выникнуть и разъяснить сам ход событий, почему этот момент произошел, куда они обращались, по тому или иному вопросу. Я думаю, даже не стоит обогновлять, жители знают, с чем они ко мне идут. Вы знаете, порой даже нужно правильно объяснить человеку, как обратиться, куда обратиться. Потому что люди порой не владеют той или иной информацией. В том числе, я говорю, как один из моментов, которые происходят. Но, безусловно, вопросы абсолютно разные. Даже и материальная помощь, которая, в принципе, порой необходима более мудрому населению, по тем или иным вопросам мы тоже стараемся им помочь или привлечь, кто им может помочь. Поэтому, в целом, вопросов очень много и абсолютно они разные. Мы рады, когда мы помогаем в разъяснении. Да, мы пишем запросы порой по тем или иным инстанциям, направлениям, которые в министерство в том числе и в районе, к нашим службам. Почему? Потому что и к главе обращаемся за помощью. Потому что порой люди не только не обращаются, но обращаются, получают, может быть, невнятный порой ответ. Такое тоже бывает, это жизнь. Иногда лучше, наверное, вообще ответ не получить, чем запутанный какой-то, получить ответ, который только усложняет еще взаимоотношения чата с властью. Поэтому, чтобы не было даже и озлобленности, мы понимаем, что есть ряд вопросов, которые, безусловно, и мы сразу понимаем, что это судебная инстанция, это третья власть. Здесь мы не в том плане, что мы бессильны, здесь мы не можем вмешаться, мы не имеем права вмешаться в этот вопрос, потому что идет судебный процесс. Поэтому хотя бы помочь, чтобы до этого момента не дошло, или в каких-то других разъяснениях, где могли бы им помочь ранее или уже после того. Но вот здесь мы, конечно, пытаемся помочь людям. Но вообще чудеса случаются, когда человек приходит и по одному телефонному звонку дается решить вопрос? Или все вопросы – это цепь таких длинных каких-то мероприятий? Нет, ну, я хочу сказать, что да, это не чудеса. Я думаю, что ваш звонок решает многое в некоторых случаях. Это не чудеса, я думаю, что порой мы даже сталкиваемся, бывает, что я даже задерживаюсь, если я назначила, вот у меня идет прием, а мне нужно порой, например, даже получить после воскресенья заехать и получить тот или иной ответ даже на руки. Или какое-то объяснение, или разъяснение, как решается. Порой люди обижаются, но когда мы решаем вопрос, мне пишут уже спасибо за то, что, в принципе, вопрос решен. Но я все-таки ответственна, и мои помощники, я им очень всем благодарна, потому что люди уже с опытом, люди очень ответственные. Мы стараемся, если вы уже к нам обратились, все-таки довести каждый вопрос до логического конца. А хвалиться мы будем уже в конце, вы знаете, когда как раз мой созыв закончится. Поэтому пока мы не хвалимся, мы просто работаем. Я считаю, что это наша обыкновенная работа, и ничего, у каждого своя стезя, вот у нас здесь такая стезя. Да, устаем, устаем мы эмоционально, и потому что нужно много иногда выступать. И вот сейчас как раз получается так, что мне нужно очень часто выезжать и в правительство, и на абсолютно разные мероприятия. Это не только поздравления, кстати. Это порой разъяснение, выступление, и абсолютно разные пленарные заседания. Поэтому, конечно, ты сам понимаешь, что с годами ты растешь, и понимаешь, что приходит та, наверное, мудрость, знания те, которые, может быть, раньше и не хватало. Но для этого нужно как раз вникать и в мелкие вопросы в том числе. Лариса Евгеньевна, вы сказали в двух словах о том, что часть вопросов решается в взаимодействии с местными властями. Как вообще складываются ваши отношения с органами местного самоуправления? Насколько эффективно вот это взаимодействие с разных уровней власти? Вы знаете, очень благодарна. У меня, я считаю, самый лучший округ. Наверное, может быть, это звучит как-то очень похвально и высоко, но я этого не стесняюсь, потому что я считаю, что наш район был, есть и будет самым важным районом. И в государственной части абсолютно всех ступеней. Поэтому ответственность тех людей, которые его возглавляют, она очень высока. Мы всегда очень сильно пристально на них смотрят и, во-первых, ждут от них только правильных всегда решений, и чтобы район был всегда на высоте. Поэтому я очень благодарна всем нашим главам, которые работают на территории. Особое большое спасибо, конечно, это Андрею Роборовичу Иванову, его заместителям всем, вообще всей его команде. Потому что это и все наши 16 поселений, это наши администрации, это огромная ответственность на плечах этих людей. Вот буквально мы с Андреем Роборовичем недавно проехали по нашим поликлиникам нашего большого района и конспектировали. Я бы хотела отметить, что эту работу он ведет практически ежедневно. Вот невозможно к нему не попасть, люди обижаются, не найти, потому что человек совершенно себе не принадлежит. Он постоянно ездит по району. И поэтому вот посмотрите, как он переживает и как он разговаривает с подрядчиками, которые не выполняют те или иные требования. Безусловно, это настоящий хозяин в таком хорошем понимании этого слова. Он требует именно самоотдачи тех людей, потому что это государственные и бюджетные деньги. Поэтому я считаю, что у меня с ним очень конструктивные, хорошие отношения. Я просто горжусь им, нашим главой района, нашими главами. И всегда у нас тесное сотрудничество. Мы встречаемся. И вот сейчас у нас буквально очень скоро будет сегодня совет депутатов, где обсуждается бюджет района. Опять же, безусловно, вот эта вот работа совместная, она нам дает как раз вот эти все положительные вопросы, которые мы решаем. Да, вопросов много. От нас все требуют, чтобы было вот сегодня и сейчас. Но порой, к сожалению, не все вот так вопросы решаются. Но мы идем своим путем. И я хочу сказать, что в меру своего назначения, бываю в абсолютно разных районах, и мне есть с чем сравнить. Ну, Одинцовский район, да, если он не вошел в пятерку, это считается уже плохо. Нет, даже не в пятерку. Мы всегда должны быть только в зеленой зоне. Да, и самыми лучшими показателями. Поэтому требования высоки, безусловно, конечно, хочется и лучшего, и лучшего. Самое главное, чтобы, конечно, хватило сил все эти вопросы решить. Вопросы непростые. Лариса Евгеньевна, ну вот вы являетесь заместителем председателя парламента всей области, да, но, тем не менее, нам всегда хочется, чтобы вы к Одинцовскому району имели как-то особое отношение, любили его, какую-то протекцию на уровне области района оказывали. Вообще, по нему, может быть, вопрос не совсем корректный, но насколько вообще получается? Является ли Одинцовским, ходит ли он у вас в любимчиках? И получается ли ему иногда помочь больше, чем к какому-то другому району? Ну, вы знаете, я стараюсь по мере сил и возможности вообще участвовать во всех программах, помогать, как это возможно, безусловно, согласовав с главой какие-то моменты, что зависящие от меня. Вы знаете, депутат – это все-таки не глава округа, района там и так далее, потому что нам нужно друг другу просто помогать. Я считаю, мне не нужно мешать, а помогать в тех вопросах, которые действительно от меня лично зависят. Поэтому вот здесь, конечно, стараюсь. Но район я люблю, я живу в этом районе уже долгое-долгое время, у меня семья, дети здесь. И поэтому, вы знаете, у меня здесь очень все дорого и очень болезненно воспринимаю, как и, я думаю, что каждый наш житель, те или иные вопросы. Поэтому это даже не обсуждается, и можно этот вопрос снять. Лариса Евгеньевна, понятно, что когда год назад вы приходили в Думу шестого созыва, у вас были определенные планы, сейчас год прошел, наверное, эти планы как-то скорректировались. Вот если можно сейчас вот такими свежими своими взглядами на ближайшие, более отдаленные какие-то планы, поделитесь, что хотите реализовать в первую очередь, в чем поучаствовать, может быть, в более отдаленной перспективе. Вы знаете, конечно, когда понимаешь, во-первых, были те нерешенные даже вопросы, которые, в принципе, просто требовали какого-то продолжения. Перетекли, скажем так. Да, да, да. И, конечно, во-первых, их хотелось закончить. И поэтому, может быть, в каких-то моментах, вот именно моя помощь, подключение в каких-то моментах, я считаю, необходима. Безусловно, с нашими школами. Сейчас тоже, в принципе, у нас ремонтируется, у нас есть вопросы по тому, как у нас ежегодно прибавляется наше население. И поэтому это не только, сейчас уже идет и другая программа по детским садам, чтобы наши дети уже с года до трех тоже были группы в детских садах, они у нас есть. Но дело в том, что у нас прибавляется настолько много детишек каждый год. И мне просто очень, я смотрю, как, в принципе, и Андрей Робич за вот даже короткий период построил столько детских садов, сколько у нас десятилетиями не строилось. И это новые, красивые, комфортные детские сады, но мы нуждающиеся еще больше. И, соответственно, вот эти детишки должны идти уже через несколько лет буквально в школы. А значит, это решение и второй смены в том числе. Поэтому нужно обязательно, чтобы у нас была пристройка построенная. Новые школы, опять же, появлялись в новых микрорайонах. Поэтому я понимаю, что это, безусловно, работа главы, администрацию, но и моя помощь тоже, я считаю, здесь необходима, чтобы этот вопрос был решен обязательно. Поэтому, может быть, это такие глобальные, я сейчас замахиваюсь, но я считаю, что, наверное, здесь нужна помощь и совместно и с правительством, и с каждым нашим министерством профильным. Работа нужна более тесная, чтобы именно наш район получил те или иные деньги для выполнения этих государственных задач. Лариса Евгеньевна, желаю вам всяческих успехов в вашей работе и в качестве депутата, и в качестве первого заместителя председателя Московской областной думы. Потому что чем легче и проще, эффективнее будет вам работаться, тем лучше будет чувствовать себя, я уверен, Одинцовский район в том числе. Поэтому удачи, удачи, еще раз удачи. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи «Об этом стоит узнать» была первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Евгеньевна Лазутина. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ.